Доброго времени суток всем, кто зашёл на канал и кто будет смотреть это видео. Сегодня у меня прогулочка, ночная прогулочка по одному из районов города Йорет-де-Мар. Это финаль, спальный район. И сейчас я вот вышла, иду и слышу, вот лает собака. Это же кто-то приехал с собакой в квартире. И я не завидую соседям, которые живут рядом. Потому как сейчас 12 часов ночи. И наверняка дети спят. Может, кто-то пожилые живут рядом. Ну, неприятное. А так вот ночной город. Там играют ещё с детьми на площадке. Вот играют испанцы в свою любимую игру. Здесь, конечно, не шумно. Район спальный район. Поэтому тишина. Гостиниц здесь нет. Здесь компания уединилась под деревом. Тоже чем-то занимается там. И бары. В основном бары. Очень много в этом районе баров. И в барах много людей. Но это перед выходными. Поэтому очень много приехало в город к морю. И, как видите, очень много машин. Потому как этот район буквально рядышком море. Это считается очень хороший район. В связи с тем, что рядом море. И все бары открыты. И много народа. Потому как днём очень жарко. А вечером прохлада, хорошо. И домой не хочется идти. И это вот тоже хороший барчик такой. Там всегда много людей. Много молодёжи собирается. Я не знаю, до скольки они работают. Но я думаю, шумно даже тем, кто вот наверху живёт. Сейчас пройдём дальше. Вглубь этого района. Здесь гостиниц вообще нет. У гостиницы немножко дальше. И не так много. А в основном гостиницы все в центре. Там большой центральный пляж. И там в основном гостиницы. Здесь тоже вот бары. Два. Бара новых. Как бы один, а даже новый открылся. Короче, никто не хочет уходить домой. Все стараются выйти на улицу. И прохлада, хорошо. А сейчас пройдём в центр. Ну, даже не центр этого района. Немножко дальше пройдём. Очень много машин. Парковка. С парковкой очень проблемно. Парковка здесь платная. Вот смотрите, сколько в баре народа. И сейчас прохожу дальше. Здесь тоже один бар под ЭПА, но он закрыт. Он, по-моему, работает где-то до 9 часов вечера. Сейчас он уже закрыт. Он в основном хорошо работает с утра. Всем нравится этот бар. И там всегда очень много народа. А другой бар там, вот ещё сейчас один барчик в этом, на этом пятачке. Здесь всегда тоже много народа. Он работает допоздна. Летнее время, туристическое время. Поэтому здесь много квартир сдаётся именно туристам. И многие приезжают сюда отдыхать, потому как район здесь более спокойный. И можно отдыхать ночью. И вот смотрите, вот в том баре народ. Ну, тихо. В основном, вот видите, машины ещё там проезжают некоторые единичные. Но не так много, не шумно. И вот видите, трава выгорела вся. Нет воды. Не поливает совершенно. Никогда такого не было, как в этом году. То всё высыхает. Проблема с пресной водой. Что будет дальше, неизвестно. Но в парке, смотрю, даже вот пыль. И трава высохшая. И возле бассейна тоже, вот смотрю, там у нас тоже не поливают совершенно. Сейчас строгая экономия воды. Июль очень жаркий. Не было дождей. Поэтому очень-очень сухо. Ну, посмотрим, что будет дальше. Может, всё-таки к осени пойдут дожди. И будет всё нормально. Вот такой у нас райончик. Спокойный. Бары работают. Центр, конечно, там гудит, шумит. Всё там. В дискотеке. Там спать не будешь. В основном здесь, конечно, снимают квартиры. Семейные, кому нужно спокойное время. Гостиница немножко дальше, я уже говорила. Поэтому здесь всё спокойно. Все бары открыты. Всё работает. Очень жарко. Сейчас я посмотрела. 27 градусов. Это 12 ночи. Это очень жарко. Поэтому многие вот в основном в барах. Ну, а потом утром будет тоже прохладно. Однём опять жара будет. На этом заканчиваю свою прогулочку по ночному городу. Время уже позднее. Поэтому всем желаю спокойной ночи, кто смотрит ночью. Хорошего настроения и всего самого наилучшего. Приезжайте отдыхать в Испанию. Море тёплое. И солнце светит. Всем всего хорошего. До свидания.